на самом деле у нас сегодня тема такая для обсуждения сложно структурированные так сказать есть такие есть несколько таких опорных точек и наверное я их сразу обозначу для того чтобы было понятно как бы к чему я собственно веду потому что есть так сказать такой вот небольшой фрагмент разговора про опыты создания первых таких выставочных пространств где задействуется зритель его двигательная активность его тактильная активность но где так сказать по простому говоря он должен участвовать участвовать не просто как такой пассивный наблюдатель а участвовать как такой вот активный пользователь который может влиять на экспозицию так сказать каким-то образом быть причастным к ней то есть но самое простое это что-то трогать сказать какие-то механизмы вращать так сказать производить какие-то действия как не только получать просто информацию а так сказать как как-то становиться таким наверное героем сказать примерять на себя роли в том числе так как бы варианты использования ролевых игр в музейно-выставочном пространстве вот а сказать дальше я хочу эту нить протянуть к такому феномену в графическом искусстве в нашем отечественном отечественном искусстве детской книжной иллюстрации это производственная книга двадцатые тридцатые годы потому что так сказать связь есть эти книжки я вам их обязательно покажу как их можно просто оценивать как такие своеобразные музейные проекты потому что эти книжки они были задействованы направлены на воспитание на образование на в том числе и активную такую вот творческую практическую деятельность ребенка то есть фактически это такая вот мобильная тоже экспозиция и какая третья точка нашего сегодняшнего путешествия собственно куда я хочу вас привести это к сожалению не так сказать много как мне хотелось бы вам показать потому что вот дальше надеюсь на сказать ваше на самом деле участие и на ваши комментарии музеи которые связаны с техникой я решила что я не буду рассказывать о том чего я не видела или чего я не помню настолько досконально потому что сказать здесь вот ну как-то для меня по рассказам по впечатлениям по каким-то рейтингом среди посетителей музеев среди как тех кто занимается кураторской деятельности всегда таким вот пространством номер один если брать науку и технику был лондонский музей науке может быть кому-то из вас посчастливилось там побывать но вот у меня просто по таким вот чисто семейным как бы причинам дети были еще маленькие в общем то мы пробежали его голову мы это было достаточно давно уже больше десяти лет назад и так сказать вот впечатлений как таковых не осталось хотя я вот еще раз хочу сказать что какие-то действительно такое вот место номер один по идеям включения зрителя маленького большого хоть вот в эту среду такую вот сложную сказать как как бы со множеством вопросов тем которые как не всегда такие простые для объяснения когда мои родители где-то в начале 90-х попали в лондон и попали в этот музей как я их рассказы тоже очень хорошо помню для них это было наверное одно из самых сильных впечатлений но конечно же начало 90-х собственно ни о каких виртуальных технологиях тогда речи не шло вот собственно где эти сказать такие вот идеи включения зрителя посетителя в музейные пространства оказались сказать применены понятно что в самой экспозиции но вот львиная доля этого участия она как оказалось была сконцентрирована в магазине который был при музее вот сказать там было невероятное количество каких-то игрушек головоломок самого разного характера и так сказать рассчитанных на самые разные умения и умственные способности возраст и это был так сказать такой вот реальный шанс действительно часть экспозиции унести с собой потому что как все эти вещи они абсолютно не были случайными они с каким-то были частью вот именно того о чем собственно рассказывалось в этом музее можете на самом деле как-нибудь александр николаевичу задать вопрос про какие его впечатления думаю с вами с удовольствием поделиться вот но поскольку я к себе поставил задачу все-таки делиться с вами впечатлениями о том что я лично видела поэтому сказать в конце я вам покажу такие два места два музея связанных с транспортом один из них находится в вене а другой под ригой и кстати сказать вот этот мотор музей автомобильный музей под ригой он сказать сейчас считается одним из лучших в европе вот именно по эти организации по устройству вот этого пространства по сказать очень удачному насыщению разнообразными мультимедийными средствами и какие есть даже имена есть название дизайн студии которая занималась проектированием вот этой начинки как тоже с вами на этот сайт зайдем и посмотрим что они еще делают вот так сказать такая как бы вступительная речь просто для того чтобы вы примерно представили сказать что это за точке кати которые я сейчас буду более подробно вам объяснять сказать что это за темы которые мы с вами будем рассматривать что сказать фактически ну я такую задачку себе поставила показать как бы истоки вот такого иммерсивного музейно-выставочного пространства и кстати сказать вот те кто будут писать магистерскую к тебе вот те кто будут делать проект именно касающиеся музея вполне сказать вот какие-то факты какую-то информацию можно в эту первую главу вставить и так начнем обо всем что называется по порядку и сказать первая точка нашего путешествия вена начало двадцатых и отто но и рад отто но и рота мы все с вами знаем как человек который изобрел визуальную статистику из остат действительно приезжал к нам в москву сказать помогал в организации этого нового института так сказать делился своими идеями наработками и так сказать считается действительно в мире одним из первых и так сказать самых крупных идеологов этой области то есть человек действительно который объяснил зачем нужны вот эти вот значки зачем так сказать нужно их использовать и действительно доказал что вот таким образом с помощью знаков с помощью таких простых пиктограмм можно очень наглядно различную информацию передавать но сам это интересная и такая его параллельная что ли деятельность была связана с идеями новых музеев потому что судя по всему он сказать даже статистику которой он занимался изобразительную статистику он воспринимал как способ коммуникации с обществом как способ рассказывать о каких-то сложных событиях ситуациях в мире простым языком простым изобразительным языком с помощью вот таких вот какие ясных понятных значков как обозначается рабочий как обозначается соответственно семейная пара как обозначается пожилой как человек но вот тогда в начале двадцатых это нужно было для того чтобы примерно понять что произошло с обществом за первую мировую войну как-то подсчитать и потери и соотнести вообще количество населения занятости так далее и вот когда он в начале двадцатых записан 1923 год он так сказать обращается вот к этой идее так сказать нового музея то первое такой вот как бы первой что ли темой становится музей жилья и городского планирования вот с этого он начинает и вот с чем это связано и собственно к чему картинка которую вы сейчас надеюсь все видите на экране так называемый карл маркс хофф в вене действительно в начале двадцатых начинается такая начинается разработка новой социальной застройки в вене так называемая красная вена как ее еще называют то есть сказать попытка создания таких кварталов которые разбросаны на самом деле по всему городу в которых есть вся вся инфраструктура как есть как такое вот место общего как бы пользование тот самый двор и я думаю что многие из вас уже что-то сказать знакомые для себя в таких комплексах увидели и действительно как все вся наша московская застройка допустим середины тридцатых и послевоенные на в принципе вот по такому методу и устроена действительно хоть вот этой красной вены наши архитекторы много чему научились есть чуть другая аналогия в нашей сказать конкретно архитектуре такой вот социально направленные это дома коммуны и получается что сказать вот чтобы объяснить вообще что это за стандарты новые архитектуры что это так сказать вообще за такой стиль жизни вот отто нойра придумал такие как он их назвал музеи но изначально это были стенды сказать это были такие как как бы витрины до которых были выставлены вот те самые планшеты с информацией и сказать публика как мы можем видеть по этой фотографии в общем-то достаточно активно значит к этому приобщался и как-то это изучал ну а у меня вопрос а у меня вопрос небольшой а вот вы говорите вот эти вот витрины а какого плана информации а информация значит очень хорошие на эти вопросы потому что действительно забыл сказать что оказывается люди не умели читать планы архитектурные сказать вот это его еще потрясло что люди просто не умеют воспринимать вот эту архитектурную информацию поэтому как там было в принципе все начиная вот от этой инфографики сказать вот этих стилизованных таких изображений людей то есть жителей значит этого места до буквально архитектурных чертежей разрезов планов вот как устроен дом мне кажется ничего не поменялось того времени вот так сказать у него была действительно такая идея что он может здесь такой сделать поворот действительно создать вот такую образовательную программу то есть это не просто смотреть и наблюдать а действительно чтобы это была такая вот актуальная информация и как информация которая бы оседала где-то в голове так сказать она не знаю создавала какую-то культурную прослойку но чтобы действительно люди понимали что чем занимается город чем занимается архитектор и собственно что они делают почему они сносят там какие-то допустим старые постройки или на пустырях там начинают какую-то активную деятельность сказать ради чего это все устраивается и ведь на самом деле еще такой момент мы как-то о нем с вами забываем вообще если чуть копнуть глубже что такое музей вспомните петра первую куст камеру собрание редкости диковинок и вот в принципе до начало двадцатого века вот музей он так и воспринимался как такая своеобразная куст камера собирательства там кабинет пожалуйста как тоже не некое такое музейное пространство это авторская какая-то так сказать личная коллекция которая объединяет вот эта фигура значит собирателя а вот сказать мы же сейчас с вами музей воспринимаем совершенно иначе нам вот если продемонстрировать такой ряд нам станет скучно безумно мы там просто утонем и развернемся и уйдем и сказать вот по сути так сказать начало таких действительно музейных образовательных программ она начинается в двадцатые годы и мы знаем об отто нойроте и я думаю что там в общем-то знатоки еще какие-то имена вспомнят это брать европу вену а у нас это человек который устроил музей детской книги яков мексин собственно почему я про эту производственную детскую книжку тоже чуть позже расскажу ведь вот там его идеи по организации этого пространства они абсолютно новаторские там все пишут что он опередил буквально там не знаю на семьдесят на сто лет вообще всю музейную культуру как раз за счет так сказать вот этого активного как как такого рассказа активного привлечения публики вот каким-то сложным тем и как эти картинка которую я тут быстро пролистала это целая статья по моему уже начало тридцатых музей будущего где вот как раз отто нойрот так сказать пытается объяснить в чем будет суть вот этих новых музейных пространств но как если ее читать если попытаться перечислить что он там называет то опять же для нас из скотина нашего 21 века эти вещи абсолютно эти теперь кажется естественными стенды макеты кстати сказать архитектурные вот но вот основное как бы как бы на что он делает упор на то что должны быть такие вот экспозиции рассказывающие не не только о том что имеет прямое отношение к искусству в общем то архитектура это как раз то что имеет прямое отношение к искусству но и то что имеет отношение к обществу к его так сказать существованию это в том числе разговор о каких-то профессиях разговор о том с чем человек может столкнуться и вот одна из его таких идей сногсшибательно была связана как раз со здравоохранением где так сказать буквально там для публики были выставлены различные кабинеты и оборудование там кабинет зубного врача например сказать для того чтобы видимо какой-то порог поснизить никакого отрицательного что ли отношения настороженного к тем или иным ситуациям в которых человек может оказываться то есть это действительно такой вот музей почему я вспомнила про этот лондонский музей науки музей где не столько даже об изобретениях не столько о каких-то совершениях в области культуры искусства и науки сколько знакомства с миром в котором человек живет и кстати сказать вот это кидзане где я так и и и не была и как то в общем уже мои мое поколение все выросло мелкое но вот по опять же рассказам это примерно такого же плана проект сказать попробовать примерить на себя различные профессии сказать где нет экспонатов которые имеют какую-то особенную художественную ценность это экспонаты которые собственно предназначены для того чтобы их трогали какими пользовались как бы так сказать с ними чтобы зритель работал так скажем вот и так сказать вот эта история со здравоохранением она собственно с чем еще была связана вообще с каким-то новым даже поворотом и там связанным с лечением того же туберкулеза вот какие-то моменты тоже имеющие отношение к прорыву в медицине как он считал что имеет смысл вот о них так открыто говорить так сказать посвящать этому что называется выставке вот музей должен быть не таким каким его вижу я как куратор как дизайнер как художник но таким каким его хотят видеть посетители вот это отто нояр да отто нояр вот как раз так выглядели эти элементы из-за статистики но понятно что рисовал не он да он так как 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 автор эскизов как автор так сказать всей этой идеологии у нас числится но резчик по дереву и так сказать человек который собственно уже отвечал стопроцентно за качество вот этих отдельных фигурок это герд арнст на самом деле была такая большая компания потому что жена отто нояр это она была социолог она так сказать собирала информацию отто нояр это ее структурировал и соответственно герхард арнст резал вот эти значки целое считаете такая очень теплая компания сплоченная но действительно в одиночку это невозможно наверное так сказать сдвинуть вот и я не помню по-моему я уже про это сказала но еще раз напомню мне интересно показалось что действительно есть связь между вот этой изобразительной статистикой и вообще новые идеи музейного пространства потому что так сказать вот эти все значки они призваны действительно информацию символизировать превращать в какой-то такой ясный чистый образ а экспозиция собственно с чем она работает она тоже работает с информацией особенно если мы вот такого плана выставки берем о которых мечтал отто нояра так сказать где действительно есть какая-то очень такая интересная важная тема общественная сказать которая имеет под собой очень много разных как бы слоев там есть какие-то предметы есть информация там основанные на числах допустим там сколько больных было вылечено и так далее так сказать какие-то научные там данные допустим там связанные с вакциной еще с чем-то там с больницами с лечением и так сказать вот эту информацию в общем-то тоже нужно было структурировать и так сказать тоже приводить в какую-то ясную такую вот систему но я думаю что возникает конечно резонный вопрос почему так наверное мало картинок и действительно их мало потому что в общем-то это экспонат которые конечно же рассчитаны были на такой недолгий срок жизни и на очень активное такое вот пользование как бы это и передвижные выставки то есть естественно это все куда-то возили собирали разбирали и сейчас да оказывается что все это имело какую-то невероятную ценность но осталось в общем-то в виде фотографии сделано где-то на экспозиции и на основе как раз вот этого фотоархива некоторое время назад музей МАК музей декоративно-прикладного искусства в Вене сделал такую как бы омаж посвящение повторение даже одной из выставок Отто Нойрата как очевидцы пишут прошла с большим успехом потому что это уже сказать она сама по себе была как некий такой объект искусства как так сказать погружение вот в ту реальность тридцатых годов вот на этой фотографии на самом деле очень такая забавная вещь не знаю можно пофантазировать пытаться понять как она работает по принципу наверное даже детской игры в футбол или игрового автомата но так сказать явно нажимая вот эти рычаги можно наглядно увидеть что происходит с обществом имеется в виду там количество детей взрослых пожилых работ значит работающих занятых безработных на протяжении так сказать там конкретных вот этих временных эпох и похоже нажимая рычаги сказать мы какие-то фигурки убираем какие-то наоборот у нас появляются то есть фактически вот на двадцатый год если мы предположим потому что берется фрагмент времени промежуток времени в десять лет это считайте такой классный так сказать мультимедийный проект так сказать с привлечением интерактива и так сказать задействующие зрителя то есть собственно о чем пишет Отто Нойра не просто смотреть вот так вот отстраненно а так сказать активно участвовать в получении информации так сказать в знакомстве с информацией и да есть еще несколько вот таких забавных тоже чертежей проектов о том как должна быть устроена та или иная экспозиция те самые макеты и стенды о которых он пишет в одной из статей вот по-моему эта выставка была как раз эту выставку как раз повторили в музее МАК судя по фотографии уже десятилетней или пятилетней давности очень похоже кстати сказать они тогда довольно мало экранов использовали и такой вот дополнительный уже дополнительных технологий из нашего двадцать первого века так сказать старались как бы максимально зрителя погрузить вот сказать в то как бы состояние времени вот в то как бы представление о музейном выставочном пространстве действительно ощутили с одной стороны вот это качество новшества в чем было новаторство да но сейчас там спустя столько десятилетий оно конечно никаким новаторским не выглядит но иногда очень полезно сказать понять почувствовать а собственно где начало сказать от чего люди отталкивались и так сказать что для них было таким особенным важным так сказать вот тогда на тот момент и так сказать завершая эту историю про отто нойрота собственно что нужно сказать что действительно это у нас такой родоначальник действительно иммерсивной экспозиции вот еще кстати сказать отто нойрот ввел такое понятие оркестровка информации это привлечение к экспозиции различных дополнительных их образовательных активностей это лекции это экскурсии опять же то что для нас сегодня считается совершенно таким как бы само собой разумеющимся вот и второй герой тоже связанный с музеями и так сказать вот с таким новаторским подходом к музейной экспозиции это Яков Павлович Мексин но здесь я вам даже особый картинок не могу показать хотя очень бы хотелось потому что собственно несколько лет назад когда Александра Селиванова в центре авангарда устраивала выставку детской книжки двадцатых тридцатых годов она где-то нашла документальный фильм там несколько минут съемки сделанные на как раз с выставках которые устраивал Яков Мексин но почему-то я тогда не записала видео и остались просто туманные такие кадры которые даже никакого погружения нам с вами не дадут поэтому будем так сказать привлекать всю нашу с вами фантазию и попытаемся это представить так как бы вообразить что называется вот Яков Мексин вот собственно кто он такой и откуда он взялся действительно имело отношение и к московским издательствам и к распространению детской книги но понимаете мы такие имена совершенно разные с вами слышали и так знаем там допустим о Льве Моисеевича Кличко который когда-то организовал издательство Радуга там знаем о тех людях которые организовали в это же время там журналы Чиши и Ёж это в Ленинграде но это люди которые как бы вот этой издательской деятельностью они собственно ей и ограничивались вот а Яков Мексин вот чем он уникален и почему он действительно вот так вот остался в истории тем что пошел чуть дальше так сказать не только издательство не только книжный магазин где можно было купить книжки но музей детской книги выставки детской книги и ведь так сказать сразу его такая деятельность она напоминала деятельность коллекционера потому что он кроме так сказать вот настоящих образцов он активно собирал и то что имело отношение к началу двадцатого века это эпохи символизма и там вполне у него могли быть допустим книжки и нарбута и билибина и вот так сказать на конец его деятельности когда он был репрессирован тридцать восьмой год его коллекция она насчитывала невероятное количество предметов и большая ее часть по счастливой случайности оказалась внутри российской государственной детской библиотеки или библиотеки ленина но меньше часть была просто уничтожена как не представляющая никакой ценности но человек действительно не только собирал не только коллекционировал но и придумывал различные формы показа кроме этого он устраивал выставки и зарубежной книги прошло с размахом две выставки немецкой детской книги и японской детской книги и так сказать несмотря на такую кипучую бурную деятельность здание и вот это место музей детской книги оно было совершенно камерное маленькое это буквально там 274 квадратных метра и даже есть адрес сохранился с рейтинга дом 9 это где-то напротив рыбникова переулка дом этот стоит до сих пор на третьем этаже располагался вот этот первый музей детской книги и так сказать одна из наверное самых таких крупнейших выставок его была в ГМИ имени Пушкина но когда он еще не был ГМИ имени Пушкина так сказать это был просто как бы огромное такое здание где в том числе кстати в 30-е фото выставки устраивались вот и там выставка была посвящена анималистической иллюстрации то есть книжки о животных и он мудрился уговорить Ватагина скульптора чтобы он там на выставке сидел и учил детей лепить фигурки то есть вот вам тоже такие идеи как как бы погружение зрителя в пространство но это так сказать наверное да такой один из немногих примеров потому что вот там у нас рейтинге собственно все это музейное пространство оно было задумано как такая печатная мастерская как наглядный рассказ о производстве книги там стоял печатный станок там тут же дети резали из картошки штампы и что-то ими печатали я так подозреваю что была наверняка наборная касса с металлическими литерами что-то они тоже выкладывали какие-то названия тексты пробовали сами делать обложки то есть действительно музей как такое вот иммерсивное значит говоря современным языком и говоря языком Отто Нойр это пространство где так сказать смотреть во второй очередь а в начале вот именно так сказать руками как-то тактильно наглядно многие вещи воспринимать и если технически как само так сказать вот это пространство было организовано для того чтобы вместить как можно больше экспонатов это были такие стенды с открывающимися закрывающимися створками ну наподобие наверное таких кукольных театров с которыми путешествовали актеры бродячие и министрели где-то раскрывая и так сказать показывая представление вот как бы экспозиция состояла из таких забавных конструкций вот и настолько это было такое вот интересное и притягательное место что сказать в какой-то момент он успел даже подать заявку на дворец музея детской книги которая была рассмотрена он ее долго структурировал вынашивал придумывал какие там должны быть залы и чему они должны быть посвящены но тут случился уже 37-38 год и конечно вся эта история она канула в лету и этот дворец музей где он должен был быть это тоже на самом деле такой момент интересный на волхонке рядом со строящейся библиотекой как раз вот той самой библиотекой Ленина и как он там себе записал в вступлении к проекту главный инструмент познания ребенка это органы чувств и поэтому сказать там даже не столько о книге как произведении такого вот графического искусства речь должна была идти а сколько книги как проводники в какие-то темы ну например отделы смешных вещей отдел света и тьмы отдел шумов и музыки отдел запахов научные интересы отдел открытий и изобретений отдел замечательных людей и ну понятно что у него тогда в арсенале не было всех тех средств которыми мы сейчас с вами располагаем но вот сказать на там середину тридцатых годов на конец тридцатых годов вот все что было в его распоряжении собственно и стремился задействовать вот и теперь мы с вами можем с чистой совестью перейти как раз вот к этим книжкам честно я вам покажу кое-какие отобрала именно те которые имеют отношение к технике к профессии к автомобилям ну потому что так сказать хотелось как-то подвести как раз вот к этим музеям с автомобильной транспортной тематика и как я уже говорила так сказать вдруг посмотрев на эти издания чуть с другого угла я поняла что это просто такие вот совершенно классные цельные программы по созданию музейно-выставочного пространства такого вот очень современного очень на самом деле такого вот четко структурированного ясного но вот как как бы на на ту эпоху вот в тот момент они оказались визуализированы оказались оформлены в виде книги но по сути вот когда мы эти книжки начинаем раскрывать смотреть есть полное ощущение что ты оказываешься внутри отдела выставки вот определенного посвященного какой-то совершенно такой вот четкой тематики но наверное для того чтобы было все-таки понятно в чем отличие этих книг откуда они взялись стоит отметить что до двадцатых как бы с чем работают художники сказать что за книжки издаются это сказки это сказать ну совершенно совершенно другой тип литературы литература такой вот о вымышленных героях там доли мистики фантастики присутствует в общем все что характерно вспоминайте школу для литературы серебряного века и так сказать вот этот водораздел который проводит 1917 год он так сказать влияет в том числе и на детскую книгу так сказать поскольку идет такая вот новая идея о том что нужно воспитывать нового человека так сказать это должен быть действительно человек новой формации и так далее значит так сказать его нужно воспитывать новыми книгами новыми темами и с одной стороны это звучит все так очень устрашающе и как бы достаточно жестко но вот сейчас уже по прошествии стольких десятилетий можно с уверенностью сказать что как вот этот задел он очень многое дал и второй половине двадцатого века и в том числе и нынешнем времени то есть вообще вот эта идея рассказывать детям о каких-то сложных взрослых вещах она это не приходила в голову а здесь так сказать это оказалось просто само собой разумеющимся рассказывать об урагане рассказывать о предметах которыми пользуется столер как рубанок сделал рубанок рассказывать о том вообще как устроена почта и откуда берется телеграмма откуда берется электричество как она вырабатывается там допустим на какой-нибудь электро станции да это не восемьдесят тысяч лошади это как раз книжка про то как работает электростанция так сказать казалось что это темы абсолютно не для детей а для взрослых но как об этом рассказывать вот в чем вопрос если рассказывать просто ясно понятно опять же практически используя тот же метод отто ноирата с его из-за статистикой можно ребенка легко ввести вот в этот круг вопросов и какие-то азы в общем-то на пальцах образно говоря ему объяснить это останется понятым принятым действительно как бы станет частью его знакомства с вот этим новым таким технологичным миром в котором он теперь живет в котором он теперь существует и так сказать вот этот задел о котором я упомянула действительно он был какой-то не невероятный потому что сейчас мы к такого рода книжкам относимся как тоже само собой разумеющимся энциклопедии разнообразные книжки рассказывающие детям об искусстве о художниках об архитекторах так сказать об инженерах ведь это тоже считаете наследие вот того прорыва двадцатых когда вот так жестко резко вдруг поменялась тематика детских изданий герой это вещь герой это человек который эту вещь сделал значит профессии герой это так сказать место где эта вещь может быть сделана значит и завод производства тоже может стать темой подобной книжки тут я вам показываю обложки чтобы название сочетали посмотрели вот а теперь сейчас переключим камеру и откроем уже собственно перепринтные издания мне хочется чтобы вот так страница за страницей хотя бы несколько из них увидели посмотрели вот например сестры чичаговы путешествие чарли чаплин это самые радикальные художницы из всех и действительно использовали чертежные инструменты и иллюстрации которые они выполняли сделали они довольно много книг есть и о том как люди ездят и откуда посуда и про электричество Егор монтер сказать везде такой вот очень жесткий такой вот инженерный тип рисунка но меня всегда завораживает насколько так вот точно в это время художники умели выстроить рассказ то есть почему я еще за эти книжки уцепилась почему мне показалось интересным привязать их вот к этим музейным концепциям то есть это действительно фактически такие проекты сценарии рассказа о вещах которые в общем-то к искусству не имеют отношения вот то с чего мы начали такие идеи отто ноэрота так сказать такие так сказать рассказы о жизни современной так сказать как как бы идеи заинтересовать этими новшествами объяснить зачем они нужны так сказать как они функционируют как они работают это ведь так сказать тоже важно и необходим собственно музей науки это вот их прямая задача вот так вот вводить нас с вами так сказать вот в эти вот новые открытия в эти новые темы здесь как раз во вступлении тоже есть слова раньше писались детям книжки о том как путешествует на страусах верхом как путешествует верхом на жирафах на гипопотамах и черепахах и теперь значит вот мы решили в виде да исключения писать одно путешествие без приключений путешествие простое как едет все по воде по воздуху по шоссе на машинах которые для путешествий предназначаются вот теперь книжки начали придумывать как раз о технике сказать о том как эта техника входит в жизнь и как ее активно люди используют и в качестве главного героя выбирается Чарли Чаплин и есть сказать такая интрига что он видимо из Америки должен добраться до сейчас посмотрим куда должен добраться мне кажется или наоборот он из Европы добирается до Америки сейчас дочитаем посмотрим в общем есть некие две точки путешествия которые должны соединиться и идет перечисление различных средств транспорта у нас у нас есть у нас есть мотоциклетка у нас есть пароход да плывет он в Европу у нас есть аэроплан в Гамбурге самолет Европы пролетел насквозь и через день Чарли над Москвой Чарли Чарлина в Москве всегда любили ему подали курьерский паровоз сквозь Урал и дальше по Сибири русский паровоз его повез затем на подводную лодку садится и плывет до Японии там его подхватывает рикша потом японцы хотят его отправить на воздушном шаре через океан но он отказывается японцы подали ему ядроплан и действительно да я как-то забыла здесь получается такое закольцованное путешествие то есть он собственно из Америки уезжает и в Америку уже и возвращается моторные лодки в Америке Чарли был уж как дома ему на улицах кланились все в автомобилях подвозили его знакомые по прекрасным американским шоссе но тексты понятно что они иногда оставляют желать лучшего но это как раз было то время когда многое терпали именно из картинок именно из иллюстрации вот так сказать та самая идея погружения как бы приобщение к теме не только посредством информации даже во вторую очередь посредством информации а такой вот текстовой а посредством каких-то очень таких мощных ясных лаконичных визуальных образов и в принципе действительно все эти картинки можно легко представить как такие интересные объекты где-то либо на выставке либо между прочим внутри какого-то виртуального пространства так сказать через которое как через такую своеобразную игру зритель должен пройти для того чтобы собрать бонусы баллы для того чтобы стать оплодателем какой-то информации в конце идет кстати перечисление всех профессий которые которым он перечисление всех профессий людей всех профессий которые участвовали в его путешествиях поэтому здесь есть и матросы и летчики и шоферы шлю мой привет рабочим всех стран вот такая история и вот то что сейчас у нас здесь должно быть видно подстроим это считайте все тоже вариации сказать на тему техники на тему вот этих актуальных как бы изменений в жизни людей о которых тоже нужно рассказывать о которых интересно рассказывать Мандельштам пишет про два трамвая стихи и вот Борис Эндер всю эту историю нам вот так рассказывает иллюстрирует вот обложка дальше по-моему идет следующий вот этот лист есть сравнение прошлого и настоящего есть так сказать сравнение опять же с другими видами транспорта есть вот этот классный разворот с мостом по которому вот так вот ездят трамваи вот еще тема почта и здесь другой художник Михаил Цахановский который кстати сказать потом ушел в мультипликацию поэтому все его книжки они какой-то особый как бы обладают особым качеством всегда такое ощущение что ты смотришь статичный мультик может быть из-за того что фигурки похожи на марионетки может быть из-за того что всегда у него очень четко движение построено вот в этой книжке про почтальон стихи маршака наверняка их помните здесь нет практически ничего что двигалось бы в обратную сторону очень редко за редким исключением что-то движется справа налево как правило так сказать все доминанты все самые крупные предметы человек или транспорт они все движутся именно слева направо как бы вот по ходу чтения текста по ходу наверное перелистывания как бы движение по книге действительно фактически такой статичный мультфильм с одной стороны а с другой стороны очень классное погружение там в культуру каждой страны потому что здесь и каждый персонаж особенный если мы там берем бразильского почтальона то он непростой он как именно действительно похож на такого персонажа там английский почтальон если заметили он соответственно с трубкой и все штемпели тоже честно здесь нам представлены как все такие технические детали касающиеся почтовых отправлений мне кажется такой прям вот качество музейного экспоната с какой-то дотошностью там люди кураторы собирают архив и с ним работают и стремятся какие-то моменты найти именно такие вот подлинные документальные их тоже включить экспозицию фактически такая вот готовая тоже история про почту которая вполне могла бы стать выставкой могла бы стать таким проектом через который можно было бы физически пройти всю эту информацию получить но стала книжка действительно такой интересный момент интересный феномен времени который как-то еще никто не написал не рассказал но может быть эта тема вообще своего часа ждет что действительно это не только книга это такая вот очень мощная еще и работа по сбору информации по ее структурированию то есть фактически создание таких готовых сценариев сейчас бы мы сказали мультимедийных проектов но мне как-то хочется все-таки видеть это именно как такое вот выставочное пространство музей техники или как истории про порт все что мы здесь с вами видим если брать машинки если брать автомобильчики то здесь наиболее известным как интересным тоже автором который наверное больше даже 10 книг посвященных технике он проиллюстрировал это владимир тамбей и я вам показываю книжечку которая рассказывает про автомобиль про историю автомобиля про то как на них ездили с какой скоростью извините автор автор владимир тамбей вот он еще тоже по прошлому году как-то я поняла что не знаю наверное конечно это от группы зависит но есть у цифровых магистров иногда такой как бы голод по графике потому что с одной стороны считается что вот в этом виртуальном пространстве с которым вы работаете но там как бы графика своя и специфическая она в общем-то идет прежде всего от самих программ от вообще качества вот этой виртуальной среды у него там свое как бы лицо свои как бы свои принципы создания но сейчас я все время убеждаюсь что во-первых технология не стоит на месте во-вторых действительно хочется включать какой-то живой рисунок вот в эту виртуальную среду так сказать если есть возможность то стараются использовать и какие-то фактуры и техники которые вообще-то имеют отношение именно к печатному искусству книги экстанковой графики и так сказать это тоже здорово потому что так сказать вообще графика как бы разные ее типы разный характер иллюстрации разный характер линии как способа рисунка это такая целая тоже символическая целая образная история то есть за каждым типом графики стоит целый пласт информации вот я вам там в начале сестер Чичаговых показывала насколько это брутальные вообще такие вот образы действительно как из учебника инженера будущего а эти вещи у Владимира Тамби они совершенно другие они в это время такие вот разные школы они очень мирно существуют вместе и какие если что-то такое противоположное сестрам Чичаговым называть то это конечно же ленинградская школа Владимира Лебедева но я думаю вот эта книжка багаж она абсолютно у всех была в детстве и там в разных вариантах каковы перепечатках и это такая очень классная графика такая вот такая вот живая но достаточно реалистичная это как его как называли этот стиль живописный реализм где видна вот эта техника графитного вернее след этого графитного карандаша где есть полутона где так сказать действительно мы наслаждаемся вот этим классным рисунком но при этом вот действительно темы абсолютно идентичные что там в лебедевских книжках там что в книжках у сестер Чичаговых как бы но способы рассказы о них они в общем-то разные вот и дать прежде чем перейти к этому Рижскому музею есть еще один момент о котором тоже хочется вспомнить о том что среди вот этих как правильно называют производственная детская книжка среди такого рода книг была особая группа под названием книжки самоделки то есть это книжки которые предназначались для того чтобы ребенок ее прочитав мог сам что-то сделать и на самом деле их действительно огромное совершенно количество и мы можем с вами перечислить книжки в которых предлагалось сделать маску на новый год но это самый такой простой тривиальный основные конечно самые интересные это те которые опять же в каких технических моментах рассказывают например про центр тяжести про способы комбинирования различных геометрических форм и создание из них вполне таких вот узнаваемых но достаточно схематичных образов и вот один из вариантов сейчас у нас на экране должен быть это так называемый конвейер где тоже предполагал предлагалось значит детям взять лист бумаги собраться группы и сесть в определенном порядке и так сказать каждая выполняла какое-то движение и в результате должна была появиться определенная форма или как я уже говорила так сказать вот эти книжки где предлагалось что-то сделать причем даже иногда такое что-то технологичное действительно движущиеся вот одна из книжек называлась дед машстрой даже название абсолютно в духе времени а другая которая сейчас у нас на экране строим двигатели и там по-моему три таких примера было приведено но я как-то после этой выставки в центре авангарда обнаружила у себя только один почему-то я отсняла только первые несколько страниц который вам и показываю двигатель самый такой простой по типу водяной мельницы все честно перечисляется что нужно иметь в запасе деревянный брусок спичные коробки как их стыковать между собой и в конечном итоге у вас соответственно получается водяная мельница водяной двигатель но там еще были варианты точно совершенно со спиртовкой и с чем-то похожим на велосипедную цепь там эти спичные коробки их нужно было очень много и нужно было их действительно соединить в такую цепочку которая тоже позволяла каким-то образом передавать движение но это же действительно очень классно совершенно простыми какими-то визуальными образами простым языком вот в такой игровой форме в общем-то рассказывается о физических законах о механических о законах механики то есть опять же если это все переводить на ситуацию музейной экспозиции это же готовые просто такие приемы которые можно представить себе как небольшой стенд или как целое пространство в котором будет рассказано о том где конкретно этот тип двигателя может применяться с привлечением всех мультимедийных средств и мне кажется вообще из всех тем это наверное самое благодатное самое как бы адекватное что ли вот всей этой цифровой среде потому что где начинаем соединять искусство но это мы в прошлый раз с вами увидели какие там тоже получаются интересные такие примеры интересные как бы сцепки но здесь фактически вот эти все цифровые технологии они действительно оказываются вот стопроцентно как бы нужны и стопроцентно адекватны вообще всему о чем с их помощью нам объясняется рассказывается то есть это вот та самая ситуация где другими средствами наверное иногда погрузить вот в эти явления в эти принципы в эти вообще темы невозможно просто потому что там нельзя что-то потрогать кстати астрономии тоже вот из этой же области а таким образом вот наглядно как бы показывая наглядно представляя вот эти схемы макеты мобили демонстрирующие те же принципы движения принципы сборки принципы работы ну в общем можно нам рассказать об очень многих вещах вот и прежде чем покажу вам сайт и сайт вернее этой рижской студии еще одной книжкой я хочу с вами поделиться которые тоже было придумано как как такой проект иммерсивный как проект как бы сейчас сказали мультимедийный но опять же по стечению обстоятельств так сказать так и осталось просто проектом это самозвери Александра Родченко на самом деле это иллюстрации иллюстрации к стихам Сергея Третьякова поэта радикального конструктивиста печатавшегося в журнале лев стихи детские про то как однажды ребята решили поиграть в зоопарк в коридоре коммунальной квартиры и каким образом они играли кто-то заворачивался в одеяло кто-то надевал на себя корыто или таз и говорил что он черепаха кто-то обнаружил большой веник и приладил его как хвост от страуса в общем такая простая типичная история как бы где любой предмет наделяется смыслом каким становится символом и как превращает своего обладателя превращает так сказать человека который с ним взаимодействует совершенно в другое лицо история такая театральная и философская тут в общем можно много каких-то подтекстов найти и первый раз это это эти стихи были напечатаны в журнале пионер с иллюстрациями Бориса Покровского но то что мы тут с вами на как раз в этой страничке и видим вот такие стандартные простые картинки вот но когда Третьяков обратился к Родченко то естественно Родченко как такой экспериментатор и конструктивист решил что нужно просто по максимуму разыграть эту историю он придумал вот такие фигурки которые собирались из отдельных идентичных стандартных элементов как мы можем говорить о том что ручки у всех одинаковые и вот эти вот прямоугольники которые которым крепятся кисти рук они тоже у всех одинаковые но единственное там чуть-чуть варьируется по размеру принцип соответственно того как делаются ножки у кошки у мальчика девочки он тоже одинаковый то есть это полоска которая сгибается определенным образом получается какая-то треугольная стопа то есть фактически это такой бумажный конструктор который был сделан из картона а дальше вот эти сцены были просто расставлены на столе и определенным образом подсвечены и сфотографированы 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 на стеклянный негатив тут на этой иллюстрации момент как раз очень хорошо виден на большую широкоформатную камеру но как есть такое предание что изначально это вообще должен был быть мультфильм а вовсе даже не книжка потому что единственный раз как как где они были опубликованы в двадцать восьмом году стоит подпись фотомультипликационной иллюстрации и явно совершенно вот по снимкам видно что Родченко занимала как движется тень когда он поворачивает вокруг вот этих героев лампу то есть действительно за счет движения тени могло создаться впечатление что вещь фигура перемещается такой как вариант тоже мультипликации без покадровой съемки вернее без без фаз движения предмета но так сказать за счет съемки вот этих фаз движения тени могло наверное получиться что-то грандиозное но в результате осталась серия картинок серии фотографий и эта тема это она довольно долгое время уже разных издателей не отпускает и вот этот вариант который сделало издательство мема тоже в начале двухтысячных фотографий и соответственно текст так сказать по возможности соединили как бы подобрали к снимкам именно так сказать близкие да строфы из сочинений третяков но поскольку ведь речь идет о том что это все-таки конструктор это так сказать должен был быть проект в рамках таких вот книжек самоделок в рамок в рамках как бы привлечения творческой активности ребенка в том числе поэтому к этим книжкам практически всегда прилагаются такие вот отдельные листы из которых можно вырезать детали и затем уже самим собрать эту фигурку и можно снять мультфильм делать все что душе угодно можно сделать серию фотографий можно просто играть так как обычно играют дети но мне кажется что это вот опять же если все-таки расценивать с точки зрения того уровня культуры так сказать тех возможностей которые у нас сейчас есть вообще нашего понимания и книги и активности ребенка и так сказать вообще вот таких вот сложных многосоставных проектов то ведь это фантастическая идея то есть это театр который выходит из книги вот сюда на поверхность стола так сказать можно весь этот текст взять разыграть по-новому как бы здесь уже с самим ребенком с привлечением взрослых или без привлечения взрослых так сказать это не просто некая информация которую мы считали книжку захлопнули и так сказать у нас все история закончилась она как бы прекратилась нет это вот как раз из разряда тех книг где вот это вот послевкусие где так сказать этот процесс как бы ознакомление с информацией он длится и длится он будет еще очень долго длиться потому что у него есть вот эти выходы в пространство есть вот эти заготовки из которых можно сделать фигурки и я склонна это действительно тоже расценивать как такой вот сценарий какого-то на самом деле очень интересного проекта так сказать может быть это не не столько выставка сколько такой вот там кукольный театр теневой театр попытка создания мультипликации а если мы это все на самом деле привяжем к музею кино к истории анимации то это так сказать тоже такой очень интересный проект который как раз вот эту хронологическую цепочку очень хорошо вписывается как так сказать один из вариантов создания какого-то движущегося изображения и теперь зайдем на сайт так или нет сначала сейчас сначала я вам покажу картинки которые у меня все-таки остались в телефоне познакомлю вас с этими двумя музеями по своим фото иллюстрациям потом уже перейдем на сайт итак значит первый музей музей в Вене музей у которого наверное не так много интерактива и мультимедиа как хотелось бы но мне кажется здесь стоит его упомянуть потому что во-первых есть такая очень классная связь с местом это старые трамвайные депо которое было открыто в 1900 году и функционировало по-моему до 1990 и по-моему в начале двухтысячных было решено это все реорганизовать и превратить в музей там действительно фантастическая такая стилистика и фантастическая аура места туда народ приходит просто фотографироваться потому что есть и уходящие вот эти рельсы сейчас я тоже фотографию покажу и есть и вот эти вот классные совершенно желтые полосы такая так сказать инфографика которая нас ведет ко входу музей к будке где продаются билеты дальше так сказать через вот эту узенькую такую вот через это узенькое помещение мы с вами попадаем уже собственно на территорию музея да вот фрагмент рельс и фрагмент фасада музея и естественно там сразу очень хочется убрать редуцировать цвет потому что ну прямо в точности напоминает и конструктивистскую фотографию и так сказать все опыты там и ротчинка и махой Надя ну как я уже говорила действительно эстетика места это она в общем-то мне кажется дает половину всех ощущений и мы заходим внутрь и видим такое громадное на самом деле пространство заставленное трамваями где есть как же без них теперь цифровые экраны на которых демонстрируются кадры хроники к имеющие отношение к определенному периоду и есть такая маркировка значит цифрами и нарисовано ухо но вот это ухо тут не случайно потому что можно на телефон скачать аудиогид и действительно так сказать нажимая там поочередно цифру слушать информацию на нескольких языках можно выбрать язык тоже в общем-то считаете привлечение мультимедийных технологий в музейно-выставочное пространство но на самом деле гвоздем программы сейчас выйдем попробуем а как этот музей назывался ремизы называется ремизы 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 сейчас а он в швейцарии находится нет это вена это вена вена хорошо спасибо так сейчас и самым конечно гвоздем программы является вот этой история это симулятор симулятор в в вождении где можно попробовать себя в роли водителя научиться останавливать состав разгоняться и так далее ну вот какие мне кажется это действительно была самая такая наверное в данном месте интересная самые самые самый такой интересный момент да привлечение вот этих новых цифровых и мультимедийных технологий потому что по большому счету наверное все остальное в общем-то можно было наверное оставить в виде каких-то текстов и ну то есть все остальные вот моменты которые я упоминала тот же аудиогейт это в общем-то как бы способы перевода информации которую мы раньше видели на стендах и раньше могли видеть на брошюрах в цифровой формат а так сказать вот эти вот симуляторы вождения это действительно нечто в этом плане новое так сказать вот то что действительно позволяет примерить на себя вот эту профессию и второй музей который я вам обещала показать это рижский музей автомобилей который так сказать специально был построен именно под этот проект и здесь на следующем слайде у нас перечислены все названия дизайн-бюро имена в общем-то все все профессии да которые были задействованы при организации при строительстве потому что насколько вы могли заметить и архитектура в общем-то тоже очень мощная и действительно такая знаковая просто готовые такой вот символ радиатор автомобиль и благодаря вот этой табличке которую я сфотографировала я смогла выйти на сайт дизайн-бюро которая собственно занималась вот этой начинкой организации экспозиции и мультимедиа и графическими средствами коммуникации не так их много как наверное показалось поскольку я так активно про это все рассказываю но удивительно насколько точно найдены места где они используются вот это панно светящееся это совершенно классная история автомобиле строения история автомобильного двигателя история вообще возникновения средства передвижения рассказаны буквально в нескольких минутах там забегая вперед скажу что используются и цифровые панели то есть на них записано видео которое вмонтировано в стену и отдельно проекции так сказать на куски черные стены но настолько классно синхронизировано видео и вот эти проекции что действительно создается впечатление так сказать панорамного еще и перетекающего с одной стены на другую светового панно анимированного и вот это вот собственно начало музея та самая коляска бенца но понятно что это по-моему это ремейк насколько мы поняли но так сказать есть свой плюс не особо строго следят посетители за тем кто к ней прикасается кто там так сказать сзади пытается изучить как устроен мотор но эти действительно вот такой как бы автомобиль номер один в истории и экспонатов очень много потому что там три уровня есть нулевой есть соответственно первый этаж и есть второй этаж хоть есть фрагменты которые посвящены советскому периоду прибалтики там есть и все известные нам марки автомобили есть и то что носит название руссабалт то есть это фактически тоже одна из таких вех в истории автомобильной промышленности еще дореволюционной пожарной машины и там если разглядели действительно есть фрагмент вот этой маркировки и поскольку нас с вами все таки интересуют еще и различные цифровые технологии в этом пространстве то сразу перечислю их это и видео проекции это вот такие устройства типа макета коробки передач но это конечно не цифровые технологии но это вот тоже как бы момент привлечения зрителя в музейно-выставочное пространство можно крутить ручку переключать передачи и видно как как меняется положение все эти шестеренки но мои все трое буквально там за полчаса доломали весь этот агрегат но потом сами же и починили как потом выяснилось это тоже своего рода часть активити потому что действительно нацелено на то чтобы понять и почувствовать как эта штука работает так сказать когда происходит сбой что с ней творится все этапы в общем то давайте наглядно видны и ясны так а теперь мы перейдем как раз на сайт этого дизайн бюро H2E и посмотрим да я уже посмотрела они очень очень классные проекты делают вот и там на предыдущей сейчас я верну эту картинку как раз было использование этих как правильно называются технологии дополненной реальности когда вы наводите экран и действительно видите как работает двигатель как что-то происходит внутри этого корпуса автомобиля и это действительно здорово потому что так когда эта техника стоит не живая а просто статичная ну ее можно воспринимать как скульптуру как так сказать такой вот объект как бы уже вечный что называется а когда есть возможность увидеть ее в движении ты действительно сразу понимаешь что это механизм что это транспорт что это действительно вещь живая что она должна работать что она ну вот да как бы в силу обстоятельств она здесь стоит без движения и кстати сказать там еще мелькает этот автобус который очень радостно залезали все дети и смотрели как на окнах меняется изображение потому что действительно создается ощущение что ты едешь останавливаешься там подбираешь по пути каких-то пассажиров бабушек с котомками и так далее и хоть я тоже когда наконец нашла этот этот снимок где у меня пересняты все названия дизайн-бюро и имена тех кто участвовал в создании экспозиции залезла на их сайт и обнаружила что действительно они не только в рамках Латвии не только в рамках Прибалтики они похожи и в рамках Европы тоже стали одним из таким крупнейшим дизайн-бюро занимающимся именно музейными пространствами очень как-то грамотно и умело умеет соотносить количество информации которая должна быть передана через такую чистую механику через видео через наполненную реальность в общем это действительно потрясающе вот что мне понравилось сбалансировано балансирован характер информации и ее количество вот так сейчас еще раз переключу экран и покажу вам видео потому что там на сайте как-то у них полностью они не сняли вот эту панораму живую и здесь увидите как связаны проекции изображения как возникает вот этот переход перевоплощение одного средства транспорта в другое то есть даже если эстетически вот эту панораму оценивать то она как-то очень красиво сбалансирована просто как фильм как такой визуальный ряд и вот если вообще рассуждать о том что происходит с профессией так сказать чем сталкивается цифровой художник цифровой дизайнер то это действительно очень много разных навыков это по сути идет такое вот соединение различных профессий и к чему там стараемся вам какие-то лекции о кино давать и есть у вас какое-то погружение вот именно в режиссуру именно по этой причине потому что вы им имеете дело с движением имеете дело с процессом так сказать с изменением формы какой-то с изменением действий с порядком вернее да с порядком действий и так сказать научиться вот это все выстраивать научиться придумывать сценарий тоже считаете часть вашей профессии а не только умение работать с новыми интересными программами компьютерными и сейчас еще одну вкладку открою опять же с их сайта один из проектов должен быть связан с венгерским музеем транспорта но по-моему пока это еще только задумка потому что я сколько не гуглила не нашла уже какого-то реального проекта и действительно здесь на сайте это висит как некая задумка но судя по всему в пудапеште в пудапеште должен появиться какое-то тоже невероятное такое вот должно появиться какое-то невероятное пространство посвященное средством передвижения вот а другой проект который совершенно реальный и чем меня еще потряс тем что ведь это абсолютно из ничего сделанный целый музейный проект вот есть станция заброшенная ведь уже не задействованная на железной дороге она отреставрирована а внутри превращена в такой вагон стилизованный под те наверное поезда начала двадцатого века и окна превращены в экраны как мы на этих экранах видим действительность которая как в настоящем поезде мимо нас проезжает пробегает причем каждый экран похоже привязан к какой-то своей дате к своему фрагменту времени и есть еще такие странные ящики с дырочками со смотровыми отверстиями но там есть где-то фотографии покрупнее видно что там лежат какие-то инструменты железнодорожника и похоже это может быть как лупа работает в общем такой тоже интересный эффект но особенно для детей наверное такой тайны и так сказать какого-то секретного да пространство секретной какой-то детали которую нужно вот так вот через отверстие разглядывать и по сути ведь действительно совершенно простыми средствами достигается вот такой эффект пребывания внутри времени внутри так сказать чего-то чего уже нет и вот здесь уже завершает наш сегодняшний разговор как-то хочется отметить что одно из качеств даже не качеств а один из залогов да удачи вот в такого рода проектах это как раз сбалансированность тех самых средств которые вы пользуетесь отнюдь не должно быть очень и очень много они должны быть точно найдены и находиться на своих местах Места.